Молодость все простит. Часто такое выражение можно услышать от студентов, которые усердно трудятся не только днем, но и ночью. В 21 веке стали забывать про важность сна, из-за этого участились расстройства, связанные с ним. По статистике, студенты чаще подвержены случаем сонного паралича. Среди них его испытывают 28%. Ему присвоен формальный статус диагноза, при котором человек может испытывать даже пугающие и жуткие галлюцинации. Согласно исследованиям, населения хотя бы раз в жизни сонный паралич возникал у более 7,5% людей, и наиболее предрасположенными к нему оказались психиатрические больные. Среди страдающих паническим расстройством сонный паралич возникал у 35% человек. Сам по себе он не так страшен. Однако галлюцинации могут навредить чувствительным людям и вызвать неврологическое расстройство. Обездвиженность – это такое состояние, которое пугает порой спящего. Он не может двигаться в это время. Он осознает все, но не может подвигаться руками, ногами. Очень много споров, что это за состояние. Кто-то пугается, кто-то не пугается. Сонный паралич является, я бы сказал так, нечто, что вне сна. То есть, есть такое предположение, что человек якобы уже проснулся, все понимает, но не может двигаться. А вот мои следы показали, что, возможно, он еще спит и он видит сон, что он проснулся и ощущает эту тяжесть. То есть, можно приписать эту тяжесть, которая имеет место во сне, а можно приписать, что она уже наяву. Впервые сонный паралич зафиксировали еще в X веке в персидских текстах. Лично наблюдать и описать его смог нидерландский врач в 1664 году. Известно несколько причин возникновения такого недуга. Среди них нарушение психоэмоционального состояния, недостаток сна, а также нарколепсия или ночные судороги ног. Все факторы связаны с нарушением гигиены сна. По словам врачей, сомнологов в 21 веке это стало частым явлением, ведь человек стал активнее как днем, так и ночью. Стоит отметить, что у большинства сонный паралич проходит сам, без вмешательства врачей. Но при осложнениях требуется помощь психотерапевта. Другой вопрос. Когда сонный паралич уже имеет достаточно большой промежуток времени, настолько, что человек не может проснуться, человек уже лежит обездвиженность. Это уже другая крайность. Это уже проблемы психиатрии, психотерапии. Там разные уже проблемы возникают. А так в целом, конечно же, это в любом случае не явь. Это какое-то состояние во сне. Свести к минимуму негативное воздействие сонного паралича на организм или полностью избавиться от него можно, только если подойти к решению проблем основательно и комплексно. Как ни странно, но физические упражнения могут помочь человеку побороть не только сонный паралич, но и ночные кошмары. По словам экспертов, стоит проветривать комнату перед сном и качественно выбирать постельное белье. Но если и это не помогает, а в случае приступов участились, то лучше не откладывать проблемы в долгий ящик и обратиться за помощью к специалисту. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универньюс.